Долго думал, как начать это видео, но мои давние подписчики вспомнят, у меня раньше была рубрика, где я раз в месяц давал детальный экскурс по своему инвесчету. То есть до того, как я начал активно инвестировать в недвижимость, когда я делал упор именно на фондовой бирже, я активно вел этот канал до 2022 года, у меня раз в месяц был большой такой экскурс по капиталу. Я что-то подобное делал уже и там в 2023 году, изредка выходя в эфир, но это было так, тяп-ляп, без конкретных примеров, я сейчас покажу все. То есть в первую очередь покажу свои инвест-объекты недвижимостью, прям с фотографиями, какие там цифры помесячно, какие планы на будущее, и у меня 75% на данный момент моих инвестиций составляет инвестиции в недвижимость. То есть мой капитал сосредоточен на 75% в недвижимости. На 2024 год я поставил себе цель распределить свои, как бы диверсифицировать свои инвестиции не только в недвижимость, но и на фондовую биржу и в крипту. Более подробно об этом расскажу чуть позже, но по сути, если до 2022 года я инвестировал в основном на американской фондовой бирже, потом перестал инвестировать в акции вовсе, и вот с недавних пор по чуть-чуть, понемножку собираю российский инвест-портфель, я решил, что в 2024 году я хочу выделять ровную долю в своих инвестициях на недвижимость, ровную долю в портфель на фондовом рынке. То есть по сути, у меня если тут какие-то копейки лежат, да, 600 тысяч рублей, постараюсь в 2024 году все-таки нарастить свой портфель. Но пойдем по порядку, пойдем покажу, во что у меня деньги вложены сейчас в основном. Однако перед этим напомню, что инвестирую я на фондовой бирже через брокера БКС, и всем рекомендую инвестировать через него, потому что это топ-1 брокер в России, вообще нет никаких комиссий для инвестора по тарифу инвестор, который у вас подключится автоматически, если вы по ссылке внизу зайдете и зарегистрируете счет. То есть комиссия 0% за покупку ценных бумаг, и вообще ничего этот тариф не стоит. Я ни копейки не заплатил за свои инвестиции на этом счету. И обратите внимание, что вам откроют счет по ссылке внизу за 15 минут, который ничего не стоит. То есть вы можете открыть счет, пользоваться потом, например, если вам сейчас неудобно активы перевести, или вы хотите подробнее разобраться в работе этого брокера, или посмотреть на приложение. Короче, чтобы не потерять из виду такую возможность, зарегистрируйтесь сейчас, а там уже потом разберетесь, надо оно вам или нет. В любом случае вас моментально там зарегистрируют, и тариф бесплатный. Плюсом к тому, у вас по этой рефералке, по ссылке внизу, будет закреплен бесплатно консультант финансовый Сергей. То есть он поможет вам и портфель инвестиционный составить, и там с переводом активов других брокеров поможет. Короче, топ-1 брокер в России по объему тех клиентов, и не просто так. Вот они, видите, даже комиссию с инвесторов никакую не берут. Если вы трейдер, фиксируйте, то есть свои позиции, будет с продаж ваших активов браться комиссия, но если у вас оборот будет больше, чем 250 тысяч рублей в месяц, там есть специальный тариф за 300 рублей, там практически нулевая комиссия у вас будут тоже. Что ж, давайте перейдем к моему инвестиционному портфелю. Вот они, где сосредоточены 75% моего капитала в недвижимости. И это всего 4 объекта. Два из них в Сочи, один Москва и один Туапсе. Давайте начнем, наверное, с Туапсе. И это такой объект, который... Он вроде объект Шрёдингера, он вроде есть, вроде его нет. Я вообще никак не учитываю и планы никак не включаю. Почему? Потому что этот объект я купил под льготную ипотеку, я плачу за него 15 тысяч рублей в месяц, и квартира там стоит на 30 метров, строится она еще не достроилась. Здесь, ну, вернее, она вроде как даже достроилась. Вроде как там даже прием какая-то была. Я приемщик оплатил, он там выписал ряд нарушений допущенных при строительстве. Вроде их исправляют. Я, честно говоря, даже не вникаю. И это, так, знаете, вот тысячу рублей в кармане зенекуртки забыл. Вот я также про это квартиру, можно сказать, забыл. Это на будущее, просто ставка на обе цене рубля. Ремонт этой квартире делать не планирую, это будет невыгодно. Сдавать в аренду я тоже не буду, потому что там нет ремонта. Просто пусть полежит 15 тысяч рублей в месяц ипотека стоит. Это бесплатно, 2% годовых. Ну, собственно, и фиг с ней. Понятно, что инфляция это все дело сжирает, но да, когда я покупал эту квартиру, я фактически за нее переплатил, потому что 5 миллионов рублей квартира за 30 метров в топ-сайне стоит, это очевидно. В общем, по этому объекту разобрались сразу, идем дальше. Давайте расскажу про сочинские объекты. Это две квартиры, которые сдаются в аренду. Первая квартира, которую, даже если вы подписаны на мои другие соцсети, Telegram, Instagram, где я появляюсь чаще. Ссылки, если что, в описании есть. Я, когда жил в России, году, по-моему, это было в 2020-м, в сторис снимал в основном из квартиры, потому что первое время я сам не жил. Когда жил в Сочи, это вот такая небольшая полуоднушка, полуодвушка. Есть вот такая спальня, это был мой рабочий кабинет, кто помнит мои сторис того периода. У меня здесь стоял компьютер. Вот такая кухня. Это сколько у нас? 60, по-моему, квадратных метров. Вот она, 40, бру-бру, 40 квадратных метров, но она достаточно просторно. То есть я, как человек, который там жил, тесно не было. Такая хорошая квартира, приличная, в отличном жилом комплексе. И я купил ее, по-моему, что ли, за 10 миллионов рублей. Сейчас на рынку оценивается в 16 миллионов. Ну, понятно, да, что там с российским рынком вторички происходит. Я, как человек, у которого было 9 инвестиционных объектов, и, как видите, осталось всего лишь 4-5, я продал. Ни понаслышке знаю, что, ну, по сути, за 16 минут я, наверное, хрен ее продам. Ну, понятно, там дисконт какой-то делаешь. Ну, плюс-минус вот за такую цену можно ее ставить, а дальше начать торговаться. Покупал, еще раз напомню, за 10 миллионов без ипотеки, просто за наличные. И сейчас я сдаю ее за 50 тысяч рублей в месяц, плюс коммуналка. Это не пиковая цена. Был период, я ее сдавал за 70 тысяч рублей до того, как я начал вести эту статистику, до того, как я много денег потерял в 2022 году на своих других инвестициях, до того, как я перезапуск сделал полностью и пересмотром своих целей и ориентиров. Поэтому тут нет статистики старой, но, по сути, я инвестициям занимаюсь давно. Вот, и был у меня период, я сдавал аж по 70 тысяч рублей в месяц, но сейчас то, что-то денег у людей не стало или что, спрос практически нет. Еле-еле вообще ее сбагрил за 50 тысяч. И обратите внимание, вот видите, тут даже у меня есть один из периодов, когда я в убыток чистый вышел по аренде. То есть это вот график дохода со сдачи в аренду был чистый убыток. Это как раз по данной квартире был простой, то есть вообще никто не заселялся, понятно, что в коммуналку плачу. И я пытался сдавать объект вот эти вот два посуточно. И вот это было как раз таки с августа 2023 года. В августе все прекрасно все сдалось. Правда, 90 тысяч мне две квартиры принесли чистыми, когда в долгосроках приносили мне и больше в прошлом. Ну вот и потом до декабря я пытался сдавать посуточно. Не шло, не шло. И вот с января 2024 года в долгосрок. Но вы видите, что 56-60 тысяч рублей в месяц прибыль. Почему так мало? Если я ее за 50 тысяч только сдаю. А потому что я только с этого месяца, с февраля, тут нет статистики еще за февраль, сдал в аренду. Столько месяцев простоя было, сколько просто невозможно. Полгода квартира стояла в простое, с редких сдачей, там посуточно. И вообще я в убытке оказался в декабре месяце, потому что у меня другая квартира сдавалась. Сдавал. А нет, кстати, вру, как-то могло быть. Нет, она тоже не сдавалась. Она у меня с января месяца как раз таки тоже долгосрочно сдалась. И это вот она за 12,5 миллионов рублей. Я ее, по-моему, так же и покупал, так же она и стоит. И брал я ее в ипотеку. Это вот она квартира, тоже в Сочи. Она уже поменьше. По-моему, 30 квадратов, однушка. В ней я не жил. 36 квадратов. Я вот в фотке показывал, уже видно, я надеюсь. Да, отлично. Она, скажем так, попроще. Жилой комплекс, где она находится, сильно проще. Я как-то там оставался на сутки, снимал квартиру. Жить там я бы не стал, честно скажу. Но по какой-то причине спросом этот ЖК пользуется гораздо больше, нежели квартира, которую я показывал перед этим. И сдаю я ее, что-то, по-моему, за 60 тысяч рублей в месяц. Но оттуда еще сплачу сам в коммуналку. То есть вот за такие условия дороже, по факту. Ну, там плюс-минус с учетом коммуналки, те же деньги и выходят. Но квартира А проще, Б меньше по площади, В это... Ну, я не знаю, как дом это называется, эконом класс, не эконом класс. Но я там был, я говорю, что я бы там жить, например, не стал. То, что вот я за 16 миллионов могу сейчас теоретически продать, это бизнес класс, но почему-то спроса нет. И вот по факту я с них получаю одинаковую сумму в месяц за аренду. Напишите в комментариях, кто занимается недвижкой в Сочи, особенно. Вот это вот ЖК Огни Сочи называется. Вот это ЖК 123 называется. В Сочи был или кто-то проездом, да, или кто-то недвижкой занимается. Отпишите, почему так происходит. Я не знаю. Ну и что касается, значит, московской квартиры, она находится сейчас в этой постройке. И сдастся вот-вот, буквально на днях, там месяц к месяцу, обещают закончить в конце марта, в начале апреля. Сейчас вот, начало марта я снимаю это видео. И квартиру в Москве я покупал в ипотеку. Вот она стоит сейчас около 40 миллионов рублей, при том, что я брал ее за 42 миллиона. Да, процент относительно небольшой за счет этого. Цена на объекты, на первичке, достаточно высоко. То есть я ее покупал за 42 миллиона рублей. Сейчас я ее, вот я написал за 40 миллионов, на самом деле я замучаюсь ее продавать за 40 миллионов. Нужно будет там дисконт несколько миллионов делать это точно. Но этого я делать не собираюсь. Если я буду переезжать в Россию обратно, я, скорее всего, останусь в квартире, которая у меня принадлежит мне в Москве. Она там в центре Москвы находится. И пока я живу не в Россию, я планирую ее сдавать в аренду. То есть вот она в ближайшие месяца должна сдаться. Я туда поставлю мебель. Она полностью готова к заселению, только без мебели. Деньги на мебель я отложил еще год назад, когда бюджет и планировал конкретно под этот объект. И буду сдавать в аренду ориентировочно 1150 рублей в месяц. Можно будет ее сдавать. Я уже, честно, заколебался ее ждать. Сколько я жду с 2022 года? Я его купил. Вот как раз, когда вывел деньги с фондовой биржи, я вот взял этот объект. И держи вы до сих пор. У меня там еще, как я сказал, было много других объектов. Но что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Обратите внимание на следующие моменты. Первое. Я уже рассказал, что там с доходом с удачей в аренду происходит. Он, по сути, должен быть где-то на отметке в 90 тысяч рублей, начиная с марта месяца. Надеюсь, что достаточно стабильно. Доход минус ипотека. Как видите, там с минус полумиллиона рублей в месяц, там до минус 168 тысяч дошел. Что это значит? Я плачу 168 тысяч рублей в месяц. И вот это неправильный показатель, потому что за март я тут уже записал всю статистику. Я уже ипотеку заплатил за март. Я не записал статистику по сдаче в аренду. То есть, по сути, вот этот можно все удалить. Да, вот здесь, видите, не будет минуса 168 тысяч, потому что еще доход не подсчитан. Так, около 100 тысяч рублей, получается, терял. Сейчас у меня, наконец-то, обе квартиры сдались в аренду. Я буду... Ну, не в нуле еще, конечно, да. Ну, какие-то копейки платить. Ну, как только у меня московская квартира сдастся в аренду. Ну, там, понятно, она сейчас застроится. Мебель пока поставлю тоже сколько-то пару-тройку месяцев. Это займет. Потом я буду выходить, по сути, в чистый плюс. При том, что у меня 17 миллионов рублей долгов. То есть, по сути, я держу эти квартиры. Допустим, у меня сейчас Москва сдается мебель туда ставится, деньги на которые я уже отложил. И у меня остаются все еще 17 миллионов рублей долгов. Но я уже даже, с учетом этого, буду в чистом плюсе по примерно 50 тысяч рублей в месяц по сочинским объектам. 150 тысяч на объекте московском. То есть, пока что план такой. И я близок к его реализации, как никогда. Я уже обжегся на посуточной сдаче квартир в Сочи. Окей. Обрату дал долгосрока. Когда-то, когда-то я этим уже занимался. Пусть и по более высоким ценам тогда это сдавалось. И вот-вот сдастся квартира московская. Фото московской квартиры нет, очевидно. Потому что она еще в процессе стройки показывать нечего. Ну, как только там застроится мебель поставим, я вам тоже покажу. Из интересного. Обратите внимание, как снижается долг. То есть, у меня долг на 45 миллионов рублей. В моменте он был там даже 60 до того, как я начал вести статистику данной таблицы. Это касается того, что у меня было 9 объектов недвижимости. Те, что я продал, они в основном были в ипотеку. То есть, я по сути продал денег. Почтенее получился этого. Но уменьшил свои долги, уменьшил плату в месяц по ипотекам. Ну, видите, я сейчас плачу 168 тысяч. Платил там в моменте 500. Ну, из той статистики, которая сюда еще не входит. Там было в моменте 600 тысяч рублей вместо платил. Историю моего канала можете посмотреть. Не так давно я делаю перезапуск. У меня там бизнес развалился. Все раньше вообще хорошо было. Мог ли там позволить спокойно 600 тысяч рублей вместо. Вот так вот тратить на объекты, которые еще строятся и не сдаются. Ну, то есть, понятно, что неожиданно в нашу жизнь пришел 2022 год. Вот. Не я один такой, судя по людям вокруг. Ну, вот, в общем, я надеюсь, вы поняли, что я хочу сказать. Однако, вот еще акцентирую внимание на чем. Стоимость недвижимости упала в связи с тем, что я продал ряд объектов. Она была в моменте там что-то 120 даже миллионов рублей. С учетом большей части долгов. Вот она упала. Но стоимость чистых активов СЧА растет. Почему? Потому что, видите, стоимость недвижимости падает. Количество квартир в моем управлении падает. Стоимость чистых активов растет. То есть, была там 48 миллионов. Сейчас на 55 миллионов. Потому что, если у меня квартира, которая оценилась в 50 миллионов рублей, и эти 50 миллионов рублей были долгом перед банком, ипотека, моя доля в этой квартире 0 рублей 0 копеек. Стоимость чистых активов 0 с этой квартиры. Понимаете, да, о чем я? Я продал объекты, которые в основном состояли из долга, в которых я там первоначальный взнос минимальный вкладывал. И стоимость чистых активов не изменилась по сути. Потому что, ну вот, например, у меня 20 миллионов рублей стоил объект, я в него своих 2 миллиона вложил. За 20 миллионов я его также, допустим, продаю. 18 миллионов я отдаю долгов. 2 миллиона оставшихся. Я что делал на эти деньги? Я тоже гасил вот эти вот долги, которые у меня сейчас еще висят, не погашены. И получилось так, что стоимость недвижимости упала на 20 миллионов, очевидно, потому что я квартиру продал стоимостью 20 миллионов. А стоимость чистых активов не упала. У меня было 2 миллиона рублей чистых активов с этой конкретной квартиры. В моменте было минус 2 миллиона. Видите, вот тут моментами тоже оно падало. Потому что были периоды, вот в 6 миллионов, да, ведь оно упало. Были периоды, когда я продал квартиру 6 миллионов в завышенном ипотеке отданной, я получил на руки. И эти 6 миллионов еще не отправил в погашение текущих долгов. Вот, был такой период. Потом я, собственно, деньги направил, и стоимость чистых активов вернулась обратно. А растет она из-за того, что, ну, все-таки чуть-чуть цена на квартиру подрастает, я ее корректирую периодически, первое. И второе, я чуть-чуть сверху со своих текущих доходов погашаю ипотеки. И вообще у меня была, цель был план в 2023 году, как можно больше ипотек погасить. С чем я, собственно, справился, частично продав ненужные объекты, частично погасив на свои доходы. Сейчас у меня план немного другой, о чем я говорил в начале этого видео. План сосредоточен в том, что я хочу не 75% своего капитала вкладывать в недвижимость. Будут диверсифицироваться в фондовой бирже. Я распробовал, понюхал, посмотрел на российский фондовый рынок. Я до 2022 года вообще его не котировал никак. Инвестировал, напомню, еще раз в американские ценные бумаги в долларах. Потом получилось так, что этого я сделал к нему. И сейчас по чуть-чуть, вот по копеечку, распробовал российский фондовый рынок. Окей, с точки зрения дивидендов он мне понятен, подходит. И дивидендный портфель у меня здесь будет. Я буду больше денег сюда инвестировать, вкладывать. Окей, то есть я не все деньги, которые я вкладываю, инвестирую. Буду на погашение ипотек отправлять, что я делал ранее. В том числе буду закупать акции на большую сумму. То есть я что-то на 50 тысяч рублей в месяц их покупал. У меня доходы побольше будет, чем 50 тысяч рублей в месяц. И крипто. Я никогда не инвестировал свои деньги в крипту. Ну, на серьезных щах, да, вот в 2023 году я всякая пробовал, когда ушел с фондовой биржи, там, нашел там экспертов, которые разбираются в инвестициях крипту, но по сути. Я занимаюсь трейдингом на рынках криптовалюты. Тут давайте даже покажу, как это выглядит. Вот, смотрите, у меня открыта позиция на фьючерсах. То есть я использую только фьючерсы. Грубо говоря, это ставка на курс. Вот, допустим, я жду, что цена будет падать. Вот здесь вот я ждал, что цена будет падать. Я нажал кнопку sell, открыть шорт. И вот у меня открыта позиция. 320 USD+. Если я ее сейчас закрою, я это делать не буду. Но если я сейчас закрою, у меня 320 долларов на счету добавится. Если я ее закрывать не стану, то, ну, она закроется сама, либо в плюс, либо в минус, в зависимости от того, куда она пойдет, и от тех уровней, которые я изначально выставил при позиции, сколько риска могу понести на сделку, да, и где фиксировать прибыль. То есть я не инвестирую в крипту. Я в моменте от разницы на курсе зарабатываю. Ну, в данном случае вот она падает, да, я в плюсе. Если бы я, допустим, не в шарте была, а в ланге, я бы зарабатывал с роста. Но я вывожу деньги с крипты, понимаете, да? Я не инвестирую в нее. Но я также распробовал, у меня есть канал отдельно по трейдингу на рынке крипты, вы можете в ютубе посмотреть, найти. В 23-м году у меня вот рубрика «Ровно как инвестиции с нуля на этом канале», где я по чуть-чуть вкладываю в акции. У меня есть рубрика «Подобная на крипто-канале», где я по 100 долларов в неделю вкладывал в крипту, в 23-м году начал и показывал, что из этого получится. Ну, это, понятное дело, не серьезно. То есть, какие 100 долларов в неделю, понятно, что это больше так просто для контента на YouTube, чтобы ребят развлечь. Но, почему мне крипто не нравится как инвестактив? Потому что я покупаю один биткоин, и что мне с ним делать? То есть, теоретически я заработаю денег, если когда-нибудь этот актив свой продам кому-то, кто почему-то когда-нибудь купит его дороже. Понятно, что есть фундаментал, понятно, там, инфляция, не инфляция, депляция, понятно. Про это сейчас не будем. Понятно, что биткоинт на дистанции, большой, не то чтобы гарантированно, но, скорее всего, будет расти, расти будет сильно. Окей, это пока опускаем. Но я не получаю денежный поток, как инвестор. То есть, я покупаю квартиру, я ее сдаю в аренду. Окей, хорошо, есть деньги. Я покупаю акции Сбербанка, мне платят дивиденды, окей, есть деньги. Я покупаю биткоинт, что получаю? Ну, ничего, когда-нибудь в будущем, может быть, я его продам дороже. С этой точки зрения, я не инвестирую, например, в какое золото. Какое золото, какие металлы? Нет. Я хочу получать денежный поток. И я перешел, раньше торговал на бирже Binance, сейчас перешел на биржу Bybit. Про это можете посмотреть на моем канале по трейдингу. И на бирже Bybit я распробовал интерфейс с их местными вкладами. То есть, я теоретически могу на топ-1 биржи, сейчас доступный для россиян, в крипту вкладывать там под копеечные проценты, да, там по биткоину 1% годовых платят, например. Но, тем не менее, платят. И я вот на эти как раз-таки балансы, что там по 100 долларов неделю откладывал, я покупал топовую крипту, вкладывал на эти вклады, получаю проценты. Ну, и их воплачут в крипте, которая теоретически растет, неподвержена инвенфляция и так далее. Короче, к чему это все? Я действительно планирую инвестировать в крипту. Бам-бамс. Может быть, кто-то не знал, что я в нее не инвестирую, да? Я много говорил, что я зарабатываю на крипте, но я зарабатываю не от того, что он там растет. Я в него ложил когда-то. Нет, я работаю. То есть, я сижу, анализирую рынок и внутри дня открываю там какие-то сделки. Забираю прибыль, вывожу ее. А сейчас я действительно буду в крипте инвестировать. Ну, я не буду об этом говорить на данном канале. Это про крипту на другом, смотрите. Ну, это вот все из новостей. То есть, 75% на данный момент у меня капитал в недвижке. Буду диверситировать его в акции и в крипту. Планирую примерно поровну. То есть, если у меня 50 миллионов рублей в недвижке, я планирую 50 миллионов рублей держать на фондовой бирже, 50 миллионов рублей в крипте. До этого долго. То есть, я не буду недвижку распродавать, чтобы часть в крипту вложить, часть в акции. Нет, ни в коем случае. Я просто новые доходы, которые будут мне поступать, буду в первую очередь... Класс на счетах, в крипте и в БКС в инвестициях. Такие пироги, такие результаты. Пишите в комментарии. Я планирую развивать этот канал дальше. Я планирую здесь выпускать видео. На разные темы. То есть, напишите, что вам интересно. Я об этом буду рассказывать. Вот, обещал вам показать свои инвест-объекты. Я их показал. Прямо с цифрами, прям с результатами. По плану. Что по плану? Выход из минуса. То есть, я доход минус ипотека. Все, это время даже до сих пор. Я в минусе. То есть, я вроде владея недвижимостью, да, в минусе каждый месяц доплачиваю. Кто-то подумает, что нафига такое надо, но вроде как это плохие инвестиции. Нет, это нормальные инвестиции. Вы учитываете, что у меня долг 17-18 миллионов. То есть, я плачу за то, что у меня есть возможность использовать вот эти условно 18 миллионов в своей торговле криптой. Например, у меня, конечно, баланс меньше. Но теоретически, да, вот есть у меня 18 миллионов. Я мог бы не оплатить ничего абсолютно за ипотеку, погасив все долги. И получать там, да, чистый доход вот отсюда. Небольшой. Потому что у меня еще далеко не все объекты построились и сдаются. Но я этого не делаю. Я в небольшом минусе, чтобы мог вот этими деньгами распоряжаться. Например, торговать криптой и зарабатывать больше, чем я получил здесь по процентам. Планирую выйти в чистый доход. Создача объекта. Вот у меня Москва сдастся. Мебель поставлю. И буду сдавать ее в аренду. В будущем, например, если я в Россию перееду, допустим, заселяю себя в свою же квартиру московскую, я не урезаю свой пассивный доход. Хотя, казалось бы, вроде как урезаю, потому что я же не буду сдавать ее больше в аренду. Но, по сути, я не буду деньги платить за аренду недвижимости. Которые я бешеный, если честно говоря, плачу в последнее время, но об этом не сейчас. Что ж, на этом все. Напоминаю, что БКС топ-1 брокер у России. Ссылка в описании. Регистрируйтесь и инвестируйте в топ-1 брокер без комиссий. И если кто-то новенький у меня тут есть и не помнит, напоминаю, что раньше, давным-давно я пользовался брокером Тинькофф Инвестиции и рекомендовал вам по своей рекралке его. Почему? Потому что это был раньше топ-1 брокер. Сейчас многое видел на моем канале. Можете посмотреть на эту тему. Ни в коем случае не рекомендую Тинькофф Инвестиции. Ни в коем случае. Он скукожился, я ушел оттуда, перешел в БКС. И сейчас рекомендую вам БКС по своей редкой. То есть, был бы, если Тинькофф, например, топ-1, я бы его рекомендовал. Это не реклама. То есть, мне, по сути, за то, что я вам сейчас показываю, не платят. Это рефералка обычная. Которую я распространяю, потому что топ-1 брокер, которым я пользуюсь. Был бы другой брокер, я бы его рефералку рекламировал. Понимаете, да? Это не предзята рекомендация брокера, которым пользуюсь я сам. Вот, тоже вопросы были. Типа, что, за что реклама? Нет, не реклама. Это, правда, топ-1 брокер России. Удачи.